Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 15 августа, годовщина окончания Второй мировой войны. Ну, реальная годовщина окончания. 73 года назад император Японии на американском корабле Миссури, по-моему, если мне не изменяет память, подписал безоговорочную купировацию Японии. По сути, вернее, это было чуть позже, но, тем не менее, в это время закончилась реально Вторая мировая война. И сейчас ситуация на самом деле сложилась нечто похожее на то, что было перед Второй мировой войной, и именно то напряжение, которое возникло в мировой финансовой, экономической и политической системе, а именно Великой депрессии в США, рождение нового государства, нового социального строя, чего не было, наверное, вообще в истории человечества, некое построение социализма, революционное движение начала 20 века. Всё это привело к тому, что государства, серьёзные государства, стали серьёзно между собой разбираться, кто из них главный, кто будет дальше управлять миром, и всё это привело к миллионам человеческих жертв. И я ещё раз хочу повторить, я не хочу нагнетать обстановку, но, тем не менее, ситуация в мире, которая сейчас есть, она чем-то напоминает то время. И итоги Второй мировой войны нам нужно помнить, и помнить, что те, кто её развязал, потом долго каялись, и многие из них были казнены даже, ну, такие зачинщики, но реальные организаторы остались, конечно, в тени. Всё это делалось для того, чтобы тогда стравить гитлеровскую Германию и Советский Союз. В итоге Германия напала на Советский Союз, и мы хорошо с вами знаем всё, чем это закончилось. Но ей сейчас похожа ли всё-таки ситуация, или пока мы можем те противоречия, которые есть, решить какими-то мирными путями, так как действительно ситуация другая немножечко, всё это мы будем обсуждать с нашими гостями. У нас в студии Николай Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Семён Пегов, военный корреспондент, и Сергей Засорин, директор Института иностранных языков МПГУ. Здравствуйте, господа. Николай, как вы думаете, не нагнетаю ли я обстановку, говоря о том, что сейчас напряжение в мире достигло предвоенных тех 30-х годов начала 40-х лет? Вы знаете, я бы сказал, тут двоякая вещь. Мировой войны ожидать не стоит, потому что по сравнению... Не, ну понятно, не армада, не танки Гудериана, наверное. С 30-ми годами есть ядерное оружие, просто не потому, что причин нет. Потому что все понимают, что если ты нападёшь, сам погибнешь просто. Раньше такого понимания не было. Что касается региональных конфликтов, так их очень много. Их на самом деле сейчас ООН насчитывает 28. Ну просто многие идут от нас... 41. Ну я недавно считал, сколько войн ведётся сейчас вообще по всему земному шару. 41 война прямо сейчас... Ну я не знаю, я могу про 28 сказать. У нас Семён специалист военный. Я просто... Ну у нас, к сожалению, видите, вот Семён сидит здесь, а наши военные корреспонденты в ЦАР, они здесь не сидят. А ведь об этом конфликте мало кто знает. А он давнишний, а конфликт Демократической Республики Конго, ему, знаете, вообще сколько, по-моему, 12 лет и так далее. То есть 60... И там убийства ведь идут не десятки, а сотни тысяч людей. В Руанде убили из 4-х 1 миллион человек в 1994-м, об этом все забыли. Сейчас в мире конкретно 63 миллиона вынужденных беженцев, не тех, которые там за колбасой поехали, да, которые бегут от конфликтов. Ну и самый ближний к нам в Сирии, в которой мы тоже участвуем, и который, ну если хотите, раздаться с мировой войны. Вот понимаете, страны, где не могут друг против друга напрямую воткнуться из-за ядерного оружия. Вот ищутся такие вещи. Донбасс, Сирия, ну что ближе всех нас касается, но и масса других конфликтов. К сожалению, позитива мало. Семен, вы как оцениваете обстановку, как специалист? Я считаю, что Третья мировая, в общем-то, уже идет, идет достаточно давно. Просто, естественно, как предыдущий... Здесь солидарность с папой Франциском, который еще, по-моему, в сентябре 15-го года сказал, что Третья мировая война началась. Я думаю, что она раньше еще началась. Я думаю, что с арабской весной, в принципе, да, когда рухнул целый ряд устоявшихся режимов на Ближнем Востоке, и дальнейшая эта волна перекатилась, в том числе, и к нашим границам в виде Донбасса, в виде Майдана на Украине и в Киеве, и так далее. Просто формы, естественно, поменялись, как предыдущий коллега отметил. Действительно, прямого столкновения того же НАТО и сверхдержав, оно просто-напросто чисто физически губительно для всех. И поэтому нашли новые формы. Это прокси, квази-войны, когда чужими руками, руками более слабых, что ли, игроков, более слабых, я имею в виду, чисто технически, да, они ведутся непосредственно на земле. То, что мы имеем в Сирии, где задействованы разведки и спецслужбы, ну, если я скажу десятка государств, наверняка я не совру, это, конечно же, и Россия, которая открыто участвует и по легитимным... На законных основаниях я хочу... Легитимно, да. Мы, пожалуй, мы, Иран, легитимно участвуем в том, что происходит в Сирии, потому что там действуем по приглашению легитимного президента Башараса. Да, на основе, естественно, всех официальных документов. Ну, а там есть, там турецкая армия находится на территории Сирии, там, естественно, американская армия находится на территории Сирии. Вооруженные силы находятся там, действуют саудиты, работает МОСАТа на южных рубежах сирийских, работают иорданцы, работает в какой... в той или иной степени Катар, их спецслужбы и так далее, и так далее. Работать мне здесь не нравится. Ну, у них работа такая. У них работа такая, да. Они убивают людей там, да. Ну, к сожалению, убивать людей – это тоже работа. Тоже работа. Да, и в том числе мы ей тоже занимаемся. Только вопрос, каких людей и для чего мы убиваем. Мы убиваем террористов. Сергей, как вы думаете, вот есть такая ситуация, что вот предвоенная? Или это все-таки красивое, такое журналистское преувеличение для того, чтобы можно было об этом бурно поговорить? Ну, я считаю, что эта предвоенная ситуация может быть бесконечно долго. Если мы сравниваем ситуацию перед Второй мировой войной и сегодня, есть одно принципиальное отличие. Кроме потенциала и возможности современного оружия, кроме количества конфликтов, тогда не было той холодной войны, в ее крайней форме информационной войны сегодняшней. Просто не было носителей. Не было таких возможностей. Нет, война была, но не было современных технологических возможностей. Информационная война идет еще с библейских времен, на самом-то деле, если так посерьезно. Идеологическая война. Современных античных государств не в этом дело. Просто возможности оболванивания, возможности манипуляции сознанием, таких, как сейчас, не было никогда. Ну подождите, 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 а вот как раз, если мы вспомним тех, кто развязал Вторую мировую войну, фашистскую Германию, то они как раз опирались на массовые новые технологии, которые, начиная с Фрейда, психология, это наука конца 19 века, начала 20-го. Чем чудовищный ложь, тем лучше мы верим. Конечно, Геббельс, это все достижение супертехнологий того времени. Не было фейсбуков, интернетов и так далее. Но радиопропаганда была, и были массовые шествия, были факельные безумия, все было. Вы хотите сказать, что не в такой вот совсем электронной форме. Была Германская Олимпиада, все это было, но не было сегодняшних психотропных фактических средств и возможностей завести сознание моментально миллионов... Ты Гитер завел, будь здоров, я вам должен сказать. Николай Николаевич, но они заводили тысячи... Там женщины в экстаз подали на его... Нет, да нет. Ну это я так мягко выразился, на его речах. Они могли заводить тысячи, десятки тысяч, завести сегодня сотни тысячи миллионов, ни с чего. В конечном итоге, да. Когда они на нас напали, мы же думали, народ восстанет там, понимаете, не будет за фашистскую диктатуру. Это все хорошо, хорошо, завели и довели, это понятно. Но сегодня современным способом, не одну взятую страну, а половину мира довести до безумия, до элементарной. Мне кажется, уже довели такое ощущение, что все сошли с ума чуть-чуть. Простите, что я... Нет, да, пожалуйста, пожалуйста. Нет, по поводу... У нас вот привыкли, да, мы слышать ССО, силы специальных операций России, которые на земле принимают участие и так далее. Я там недавно изучал структуру американских ССО. Так у них есть отдельное подразделение ССО, которое как раз занимается теми вещами, что уважаемый коллега сейчас рассказал. Которое именно не... Это даже словом пропаганда не назовешь. Это реальные информационные спецоперации по манипулированию целыми... У нас такие тоже в войну были. ...целыми пластами населения и так далее, и так далее. Это целые мозговые центры, которые разбросаны по планете. Ну что здесь нового-то? Ну, новые, наверное, средства и технологии. А вы считаете, что если, скажем, есть доступ к информации, то есть облегченный доступ и к контр-информации? Чего, кстати, в Гитлеровской Германии не было. Нет, просто усложняется сама система работы. Да, не проще стало, тяжелее стало. Тяжелее, я не спорю. Тяжелее стало работать тем людям, которые организовывают этот процесс. Потому что, как вы правильно отметили, контр-меры должны быть адекватными. И, к сожалению, я считаю, и к моему большому сожалению, в этом неком информационном противостоянии по работе и манипуляции мы до сих пор придерживаемся каких-то неких честных абсолютно правил игры. И мы до сих пор убеждены, что если мы и наши военные журналисты на передовой говорят правду, то только это и работает. Конечно, в каком-то гамбургском счете, наверное, это правильно. Вы знаете, Семен, я понимаю, о чем вы хотите сказать, но мне кажется, Россия всегда стояла именно на правде. Это наш основной такой императив, что ли, когда, да, может быть, она не всегда... Мы иногда что-то могли скрывать, даже в войну, да, какие-то неприятные вещи. Это логично. Это логично, нельзя. Вы знаете, мы тоже не выходим на улицу, извините меня, без одежды. Мы что-то там скрываем. Это, наверное, нормальное человеческое как бы желание не показывать всю уж подноготную. Но в целом, когда сейчас Россию обвиняют, вы посмотрите, я читаю в наших, ну, их называют либеральные СМИ, почему-то по недоразумению, потому что либерализм там не пахнет вообще ни разу. Но, тем не менее, они пишут, Сталин опередил Гитлера. Ну, я понимаю, ледокол там, Резона, понятно. То есть, постоянно идет накачка. Вы посмотрите, спросите любого западного человека, вот вашего возраста, кто победил во Втором мировой войне? Американцы Райана спасали. Мы всей страной, мы, россияне, смотрим, как спасают Райана в кинотеатрах. В Японии большинство считает, что мы бомбили Хиросиму и Нуринусу. Да, японцы, кстати, а вот те, которые каялись, между прочим, император Японии Акихита, который в 15 августа по традиции выступает и посыпает голову пеплом, если так можно сказать, когда вспоминает итоги Второй мировой войны. Давайте послушаем. Мирное время продолжается уже многие годы после войны. Учитывая, какое влияние в прошлом война оказала на нас, я испытываю чувство глубокого сожаления и искренне надеюсь на то, что такие разрушительные конфликты никогда больше не повторятся. Я молюсь за мир во всем мире и за то, чтобы наша нация развивалась. Ну, я здесь должен пояснить, императорская семья чтит традиции Японии. С древности не принято было смотреть на императора. И, соответственно, в данном случае император как бы по традиции отворачивается, видимо, от людей. Но мы должны понять, что, чтобы вот о чем говорит император японский? О том, что если мы будем не говорить правду людям, то Вторая мировая война, уже там Третья, Десятая, она повторится. И опять погибнут миллионы людей. Я в небольшую дискуссию с вами вступлю, я не говорю про то, что не надо говорить правду. Я говорю по поводу того, как мы должны вовлекать в некий свой взгляд. Не, ну, например, что тут греха таить? Мы откровенно проиграли Майдан. Ну, то есть, я говорю про идеологию, что ли, плавного... Население Крыма с вами бы не согласилось. Население Крыма, я не спорю. Население Крыма изначально было, мы с ним работали. Если вы знаете, в Киеве мы плохо работали. Чисто идеологически, информационно. Если в Крыму, скажем так, различного рода наши пророссийские организации так или иначе поддерживались по дипломатическим каналам и так далее, и так далее, то вся... Мы туда отдыхать ездили, поддерживали наших сограждан. Ну, я, в частности, так поддерживал, как было в свое время. Аксенов, который, да, в итоге возглавил Крым, тем не менее, у них была пророссийская политическая партия, которая так или иначе... Ну, то есть, были политические средства. Была некая почва, которая действительно искренне, идеологически была на нашей стороне. И которая смогла завести вовремя этот механизм, а главное, возглавить и стать во главе всего этого сопротивления, скажем так, Майдану. Когда мы, скажем так, досчитали и думали, что некая партия регионов представляет пророссийскую точку зрения, то оказалось, что никакой искренней нашей поддержки нет. Нет, подождите, а сейчас, вот если уж мы зашли и стали говорить про Украину, получается, что власти этой страны постоянно говорят, вот если уж мы тему утром этого обсуждали, ну, во-первых, об угрозе России. То есть, мы сами как бы на себя, что ли, должны были напасть? Там русские, и там русские, ну, этнические, очень много людей уж как минимум живет, да? Семьи очень часто двойные и так далее. То есть, сами на себя должны напасть, ладно. Но они говорят о блокировке, то есть, создании санитарного кордона вокруг России. Вот Семен, человек молодой, понимаете, ничего же не поменялось. Там мы плохо работаем, а наши каналы, вот наш канал, он разрешен на Украине? На меня смотрите. Запрещен. То же самое, кстати, 51-й год, ФРГ, запретили все советские фильмы, просто тупо все. И разгромили общество дружбы с СССР, где все фильмы показывали. Значит, надо было работать до того, как запретили. Нет, вы понимаете, говорить это все легко. Можно работать было в гитлеровской Германии в 35-м году. Эрих Хонекер попытался, его засадили на 12 лет. Нет, говорить-то здесь, конечно, здорово. Сейчас больше возможностей, я согласен. Есть интернет там и все остальное прочее, но у них есть контрпропаганда. Но я согласен с Александром полностью. Понимаете, можно работать в короткую, можно в долгую. Вы понимаете, можно соврать сегодня, да, и проиграть все завтра, например. Ведь не за один месяц все это делается. Ну, там 20 миллиардов долларов и 25 лет. 25 лет объясняли, какие русские плохие на Украине. А мы действительно очень часто это все пропускали между ушей. Ну, как-то что-то там пытались сделать, но очень неактивно. И это в этом, вы знаете, мне кажется, основная наша проблема в том, что мы не, действительно, мы как-то пытаемся договориться там на экономическом поприще. Мы не агрессивны. Нам вместо того, чтобы отникиваться от роли некого агрессора, может быть, стоит действительно вести себя немного агрессивнее и не стесняться этого, потому что это наша земля. Это не агрессивнее. Агрессивные у нас и так, что мы агрессоры, и там уже русские идут везде, скоро опять генералы НАТО будут... Вот я общался, кстати, недавно с Лимоновым. Лимонов был в Европе и выступал перед итальянскими аудиториями. И он как раз очень активно вот ту позицию такого некого русского агрессора, который за то, что Россия там зайдет снова до Берлина и так далее, транслировал там. Она встречалась на ура, потому что есть некий... Почему это это? Ну, есть социальный запрос на это. Чем встречалась-то? Итальянцы? Даже итальянцы. Насчет эффективности. А мне кажется, там и так половина Москвы уже в Риме отдыхает, там, на югах. Насчет эффективности. Итальянцы. Мы плохо работаем. Арти, он по, так сказать, количеству просмотров... Арти младцы. Нет, не только в этом. Возьмите по результатам последних выборов в Европе. Да везде огромный рост тех сил, которые выступают за сотрудничество с нами. Кое-где они даже формируют правительство, типа в Италии. И в Чехии, кстати, например, где до сих пор 68-й год был. Сейчас, знаете, я там был на президентских выборах. Одному говорят, вот вы против присоединения Крыма выступаете, кандидатов президента. А вы не кажется, что избиратели вас за это любить не будут? Во как все поменялось. Нет, подождите. Пока, мне кажется, что в Европе побеждает такая официальная пропаганда, что русские это агрессоры потенциальные, во всяком случае. Ну, особо стараются тем, что еще и Сталин чуть-чуть не напал на Гитлера, а тот бедный превентивный удар совершил. Ну, вот такой вот сказки рассказывают. И вот этот мейнстрим такой, ну, там есть действительно, я, Николай, с вами согласен, определенные здравые силы. Вы знаете, я даже, и не только, вот там все очень неоднозначно, потому что движение в сторону России сегодня точно наблюдается в Чехии, в Венгрии, в последнее время в Словакии. В Германии, альтернатива для Германии появилась. Партии вообще не было три года назад. Я вам больше скажу, знаете, кто, ну, военные вообще трезвые более люди, чем гражданские обычно бывают, да? Не в прямом смысле этого слова, а в переносном, во всяком случае. Тем не менее, цитата, Манфрид Хоффман, генерал НАТО. Война будет катастрофичной, как для Европы, так и для остального мира. В западных странах часто игнорировали предложения России. Было бы лучше, если бы Запад сделал Россию партнером. Еще раз, Манфрид Хоффман, генерал НАТО. Да, при этом они отправляют спокойно немецких снайперов работать на Донбассе, я вам говорю, как человек, который работает там в поле. Так, секундочку, отправлял Министерство обороны ФРГ? Ну, естественно. А это генерал НАТО в целом. Нет, подождите, за это надо отвечать. Если какие-то придурки туда сами поехали, один вопрос. Да, придурки сами. Нет, это плохо. У нас придурки сами туда едят. Нет, нет, это неофициально. Если это Министерство обороны, то все сразу вообще говорите. Да, конечно, они официально об этом и напишут вам. Они тогда скажут, знаете, мы отправили, мы ввели немецкие войска на Украину, чтобы воевать против российских СССР. Хорошо, а вы лично откуда знаете, что был приказ Минобороны ФРГ на правление снайперов, если они вам не сказали? Ну, естественно, я не могу знать вам о том. Ну, смотрите, давайте мы... Я знаю, что там были немецкие специалисты. Как работают американские специалисты? Ну, если это частные специалисты, это один вопрос. Ну, конечно, у нас тоже все частные специалисты работают в отрыве от государственных интересов. В Министерстве работают в ВКС, это не частные специалисты. Ну, конечно. Сергей, я вас прервал, вернее, вас Николай прервал. Вы там хотели договорить. Нет, я хотел сказать о том, что сегодня я не могу сказать, что все вот как-то в одну сторону перекочевывает. Все к нам, все против нас идет просто сегодня очень напряженный раздел европейского влияния. Когда греки сегодня от нас отворачиваются, они что, по доброй воле отворачиваются? Или их экономически, по сути дела, шантажируют? Поэтому сегодня, естественно, сегодня... Ну, давайте, да, только не греки, а греческие власти. Ну, гречи, ну, естественно. Греки всегда были нам близкими, братьями, и такими и останутся, дай бог. А вот когда сегодня начинает, ага, вот вы, македонцы, подальше от России, иначе денег не получите. Вот вы там черногорцы, давайте поближе к НАТО, тогда, тогда, тогда жить будете по-человечески. Сегодня идет ставка, игра на каждую отдельно взятую европейскую, а вообще только европейская. А мексиканцы, которые сегодня, они только пляшут... Знаете, самый главный разворот в России, это Дональд Трамп, понимаете, вот главный разворот. Я всю его компанию смотрел, у него простой тезис, зачем нам с ними ссориться, вот кто мне может объяснить? Вот вы, госпожа Клинтон, говорите, надо ссориться с Россией. Нафига? Нет, может быть надо. Нет, можно говорить, а можно делать. Нет, подождите, да, можно говорить, а потом госдепу, значит, станции 22-го... А Дональд Трамп сказал два месяца назад, что он выводит своих военных оттуда. Давайте я вам скажу, что после встречи с Путиным в июле... Вызвел военных, американцев. В прошлом, он отдал указание ЦРУ прекратить финансирование сирийской оппозиции. Это нормально, нет? А, у вас тоже документы есть? Нет, а это озвучено. А, это озвучено, так я говорю, одно дело, то, что озвучено... Хорошо, секундочку, если вы с этим не согласны. Ну, смотрите, Обама, при Обаме сказали на ослушных 500 миллионов долларов потрачено 50 боевиков. Давайте данные сегодня. Слушай, что, на 50 тысяч, может быть, как-то... Нет, на 50. Я не могу вам сказать, что они ремборси, что ли, какие-то. Серьезно, на 50. Я не обладаю информацией о финансировании оппозиции, в каком объеме это происходит. Хорошо, Трам предупредил ФСБ о теракте в Петербурге. Я знаю о том, что американские военные до сих пор воюют в Сирии. Это факт, это реальный факт. Они с нами воюют. Ну, подождите, против России, Николай. В том числе, против интересов России, против наших союзников. Ну, там тысячи самолетов вылетов были, представляете, как там вообще они взаимодействовали. Против наших союзников они воюют на земле. Каких? Против сирийской арабской армии. Они не воюют против арабской армии. Николай, смотрите, вот все-таки то, что вы говорите о том, что западная спецслужба предупредили, молодцы, спасибо им. Более того, да, слава богу, не прекращаются контакты. Как известно, скоро должна состояться встреча Джона Болтона безопасности и нашего, соответственно. И вот секретари Совета безопасности должны между американские и российские будут обсуждать какие-то вопросы. Надеюсь, эта встреча тоже будет полезна. Я просто к тому, что все-таки не прерывать контакты. Мы вот забываем сейчас, что, да, безусловно, Трамп очень странную позицию ведет. С одной стороны, по-новому. Он давит просто там. Это понятно. Но вот сейчас они закрывают программу «Открытое небо». Да, это много про это говорили. Мы, я вот не странно, почему мы так среагировали на этого. Ну, закрывают и закрывают. Ну, то есть, для меня, мне кажется, нормально. Почему они еще говорят? Вот если вы нам над Москвой разрешите летать, тогда мы ее продлим. Ребята, да мы сами над Москвой не летаем. У нас только спецможет борта только летать. Да, за территорию МКАДа нельзя. Да, а они-то в американцам разрешим летать. Ну, вообще, бред какой-то. Ну, ясно же, что этого никто не допустит. То есть, они говорят, да, сначала мы там Аляску нельзя, потом еще что-то нельзя. Пожалуйста. Мне показалось, что наш МИД как-то так вот достаточно болезненно отреагировал. Это была их инициатива в 92-м году «Открытое небо». Не наше, я должен сказать. Заметьте, где они хотят летать. В Чечне, в Абхазии, рядом с Крымом. И в Москве хотят летать. Да, нам это вообще. Чего нам говорить? Не-не, летайте, пожалуйста, мы очень хотим. Ну, я думаю, что наш МИД имел в виду, что американцы сворачивают вот эту открытость. И пусть. И как бы это не есть хорошо. Ну, наверное, с этой точки зрения действительно... Наши телезрители не пострадают. Это точно. Здесь есть два момента. Первый момент. Все-таки не надо легковерно относиться ко всем заявлениям Трампа. Я действие перечислил. Нет, секундочку. Я здесь поддержу мысль Николая Николаевича о том, что, во-первых, он далеко не самостоятельен в своих действиях. Это первое. Второе. Сказать не значит сделать. А сделать можно и не говоря ничего. Это раз. И второй момент. Мне кажется, действительно, мы иногда сгущаем краски там, где еще пока ничего особенного не случилось. Вот мы, я так понимаю... А вот сегодняшний этот самый американский эсминец в Черном море. Прямо мировая трагедия. Что они, что, первый раз вошли? Или последний раз вошли? Постоянно. Постоянно это делают. Они учения собираются с украинцами и с грузинами. Первый раз это делают? Не первый раз это делают. Когда-то еще даже в Крыму пытались сделать. Правда, не очень получилось, но тем не менее. Вот когда у нас начинается нагнетание, Украина готовится к блокаде нашего черноморского побережья. Американцы сейчас их вооружат и продвинут. Зачем мы начинаем создавать на пустом месте чуть ли не вселенскую трагедию? Там Порошенко может, там этот сам Турчинов сотрясать воздух до потери пульса. У них нет... Какие-то у них там... Да, при этом 100 мин сегодня упало на Коминтерна. Нет, это другое. На юге донбасских сел. Это другой вопрос. Я говорю пока вот об этом сейчас вот якобы там это самое. Вот чуть ли не завтра... Не завтра, что это мирное руководство украинцовое, оно ничего не может. Оно гадостей-то много может делать и делает. Не в завтра, я говорю о том, что вот как сегодня, там чуть ли не завтра начнется война на Азове на Черном море. Что мы там заблокировали все эти самые... Я могу сказать, что на Азове действительно некие локальные операции на воде, в том числе при содействии американских инструкторов, которые уже работают на Украине, они реально по данным источников, которые работают в Донецкой Народной Республике, действительно готовятся. Потому что была первая партия катеров скоростных уже переброшена. Раньше украинские военные с морем, они работали вообще. Все, я не знаю, что такое есть. Пару раз попытались в 15-м году, кажется, ближе к весне, там их пограничные катера выйти там куда-то там на расстояние, подойти выстрела к территории, которая контролируется Донбасскими республиками. Это там направление Новоазовска и Безыменного, где находится главный штаб. Их тут же, в общем-то, спалили, собственно говоря, с берега. И на этом все попытки диверсии с моря были завершены. А почему сейчас есть такая задача, что ли, у них обострить именно на этом направлении? Во-первых, Мариуполь, в принципе, как бы был изначально одним из стратегически важных. Ну что, катера помогут его отстоять в случае чего? Чего-чего? Катера помогут Мариуполь отстоять. Дело не в том, вы говорите про нашу агрессию, про агрессию Донецкой Народной Республики. Нет, спрашивайте, украинцам, украинцам, зачем там катера? Нет, украинцам не нужно отстаивать Мариуполь, им нужно делать диверсионные акты, которые они совершают в Донецкой Народной Республике за последний месяц, я насчитал, там, почти по 10 штук. Без катеров. Без катеров. Да, Мариуполь можно с суши взять, если будет большое желание. Зачем-то вам вязать на ЗОВСКОМ катера? Дело не в том, чтобы взять или не взять. Дело в том, чтобы создать дополнительную область давления, дополнительный рычаг давления, в том числе... А что конкретно, вот эти катера, они могут что делать? У нас эсминцы врезаться, я не знаю, как тамиказы. Нет, наших эсминцев там нету. Условно, ну я условно. Море, мол, мелкое, они могут совершать вылазки. Ну я кораблей имел в виду, ну конечно. Ну условно говоря, то есть грубо говоря, если брать самый некий примитивный брак, там береговая линия, которая подконтрольна Донецкой Народной Республике до границы с Россией, ну она там чуть больше, наверное, 30 километров. Вот, на этой береговой линии находится город Новоазовск, еще ряд населенных пунктов, в которых присутствует, естественно, вооруженный контингент. Совершать некие диверсионные акты, некие диверсионные вылазки, почему нет? Вот сегодня, кстати, был вопрос про Джавелина, помните, да? Американцы ведь почему поставили 45 пусковых установок, по 6 ракет каждой? У них есть специальная градация. 100 пусковых поставляется только НАТО и приравненным союзникам, Израилю, например. А 45 не друзьям Соединенных Штатов, Республика Перу, Новая Зеландия. То есть, украинцам оружие было для чего? Чтобы союзниками США, представьте, у них все это есть. Но они хотели именно 100 пусковых установок, чтобы мы союзники, нас не трогать. Что сказали американцы? 45 плюс только западнее Днепра. Больше нигде не останавливать. То есть, вы хотите сказать, что американцы дают украинскому руководству понять, что, ребята, мы вас вот так уж откровенно, нагло поддерживать не будем? Монафорту, советнику Трампа, которого украинцы спалили, сейчас грозит 80 лет. Вот вы как себе считаете? Из-за этого Трамп может сесть? Вот он к Порошенко как относится, по-вашему, после этого? Ну, наверное, не очень хорошо, да. Кстати, по поводу союзников-несоюзников. Сейчас же командир этого эсминца заявил, когда его спросили, зачем появился эсминец. Для того, чтобы отладить взаимодействие с нашими союзниками и партнерами. Надо разделять. Союзники, союзники-натовские союзники. А вот партнеры, это вот якобы, может быть... А Бару четыре раза говорил, что из-за Украины, из-за Крыма мы воевать с Россией... Хорошо, но четыре года прошло, американские войска воюют на Донбассе. Американские военные инструкторы там работают? А что опять? Это открытные данные. Инструкторы там откуда только не работают. Нет, они работают. Официальная военная часть. Я вам после эфира могу назвать конкретно, дать данные с сайта Министерства обороны США. Я знаю, я знаю, где эта часть. Она в Кировограде. 45-я, вывесник, кажется. Она в Кировограде, ради электронной разведки. Но воевать они сказали, не будем, а летать на вооружение. Нет, но то, что американцы помогают, это понятно. Это и так ежу. Они ботинки поставляют. Это ежу понятно, но американцы никогда сами, руками, никогда, нигде не воевали. И Вторая мировая война, разговор, который мы начали, и главный итог. Главный итог. Я не про спецслужа. Нет. Коллеги, главный итог Второй мировой войны, это американцы получили все бонусы от Второй мировой войны, и ни одна бомба не упала на их территорию. Одна. Одна там на каком-то воздушном шаре. На каком-то воздушном шаре. Все японские паспорты. Да. Поэтому давайте будем за этим внимательно следить, и не позволим себя втянуть в очередную военную авантюру. А пока все. Всем спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Купает. Корректор А.Кулакова cirку.